Ииииии всем привет ребят, с вами Старвак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видео ролик посвящен нашему новому челленджу, который стартует у нас уже завтра, сегодня вместе с вами мы его обсудим, но перед тем, как мы все это дело оформим, вы конечно же не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, если вам нравится разгорованного формата видеоролики, посвященный всем нашим замечательным анонсам в игре. Не забывайте подписываться на этот канал и не забывайте про то, что прямо сейчас у нас проходит розыгрыш на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры в аккаунтике. Вот здесь вот вкусненько анти-мпшечку устанавливаем, дальше оформляем покупочку в магазине и заполняем форму, которая есть у нас в описании. Что касаемо нашего замечательного челленджа, то у нас есть небольшие изменения в мартовских челленджах, о которых я вообще не заметил изначально. Это то, что у нас увеличилось количество обычных контейнеров и теперь если у вас есть боевой пропуск, то в сумме за один челлендж, за 3000 звезд у вас есть возможность залутать целых 92 контейнера. Уже в первом мартовском челлендже было такое же большое количество контейнеров, но тогда я на этот момент не обратил внимания, либо оно поменялось, я не знаю, потому что вроде как там было также 80, но батарейки у нас убрали, соответственно, быть может, как раз таки в моментике уже этого челленджа все это дело поменялось, да? Ну и раньше у нас это количество было 80, теперь 92 контика, это значит, что еще больше кристаллов я теперь могу фармить на бездонате. Что касаемо самого челленджа, что же у нас добавили в этот раз в него? Так, смотрим, смотрим, океане, стальное сердце, две такие вот красочки, на каком это получается уровне, на 15, дальше на 30 уровне защита от поджога и защита, ой, иммунитет от поджога. Только что это за корпус? Если честно, я даже и не знаю, что это за корпус, скорее всего, это какой-нибудь, нет, это не хантер, паладин, нет, а, это на викинг, на викинг, на викинг у нас получаются две вот эти вот вещи, иммунитет от подавления и защита от поджога, дальше на 45 уровне гарпун и бронебойный сердечник. Боже ты мой, ну куда такие устройства добавляются, мне кажется, они уже 40 тысяч лет назад не актуальны. Так, ну и 60 уровень у нас Харек XT. Но как-то грустненько, если честно, грустненько, я не повторю, ой, не повторю, говорю, не перестану говорить о том, что пора добавлять в челленджи что-то новое. Я каждый челлендж буду это повторять, пока новых предметов у нас не будет, пока не добавят у нас чего-то нового, чего-то жесткого, чего-то вкусного. И, быть может, уже следующий челлендж с как раз-таки выходом новых устройств с двойными дронами, да, ну я имею ввиду именно просто устройства, как дроны, добавят в челлендж. Потому что иначе, ну Харнет XT, ну какой Харнет XT? Ну я бы еще бы понял бы, если бы сюда бы добавлялся бы, например, ну что мы добавили? Ну добавили, например, бы рельсу ультра. Ну либо RS XT бы добавили бы, да? Ну либо там какой-нибудь громчик случайный GT бы залетел бы, да? Я бы еще бы, ну так чисто вот в теории бы понял бы этот челлендж, сказал бы, вот это контактик, вот это движуха, беру с кайфом, тушу эту грязючку. А тут Харнет XT. Ну какой Харнет? Харнет, мне кажется, уже давным-давно, во-первых, устарел, во-вторых, он уже у всех есть, как 40 тысяч лет, да? Поэтому здесь добавление Харнета мне абсолютно непонятно. Ну тогда бы уж скин-контик какой-нибудь, я не знаю, залетел бы сюда бы. Вкусный скин-контик. Ох, я бы сейчас, если бы скин-контик был бы, я был бы мега рад. А тут у нас Харнет XT, да? Дальше у нас что получается? Гарпунчик, бронебойный сердечник, да? Устройство на Магнум, который, ну по сути и так уже не актуален, да? Да, окей, кто играет на Магнуме, они, мне кажется, уже давным-давно это устройство имеют, потому что оно уже не раз было у нас в челленджах, поэтому сюда тоже его добавлять, ну такое себе, да? То есть исключительно ради фарма контейнеров у нас получается сейчас происходит покупка челленджа, потому что вы фармите 92 конта, 50 тысяч кри, ну и по 400 каждой расходке. В принципе, 400 каждой расходки это мы можем не учитывать, потому что это крайне мало. Вот 92 контейнера это реально тот вес, который интересен, да? Ну а так, плохо, 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 что у нас не добавляются никакие новые предметы. Я, как уже сказал, буду каждый челлендж новый об этом говорить. Я буду говорить о том, что нам надо, чтобы здесь добавлялись новые предметы. Новые устройства, которые были, например, там в аркаде, либо еще где-то, да? Которые не получили мы, да? Либо же вообще новые устройства, полностью новые устройства. Когда-то раньше в челлендже это добавлялось. Добавлялись новые устройства в игру. Даже если повысить цену с 700 танкоинов на 1000, я буду с этим согласен. Я буду согласен с повышением цены, но чтобы здесь я с этого челленджа получал суперценный предмет, да? А не покупал его ради получения контейнеров, да? Ну, либо же тогда можно убирать эти устройства и добавлять сюда, например, какие-нибудь там золотые ящики, например, да? То есть, либо добавить сюда просто, просто кристалл, да? То есть, например, вот здесь было бы вместо устройства 10 тысяч, 30 тысяч кри и все, да? И тут, например, там вместо скина было бы 100 тысяч кри. Я был бы рад! Я был бы мега рад! Я был бы мега рад, что я могу получить дополнительный предмет, да? Чем я получу то устройство, либо которое мне не нужно, которое не актуально, либо же то, что у меня есть, да? Поэтому, ну, вот просто вместо устройств тогда можно добавить кристаллы. 10к, 30к за такое устройство, 10к, 30к за такое устройство и за их это скинчик. Бак, сюда соточку, сюда соточку вкусную такой, бац! И все! И все, решена проблема, я мега рад! Так, я понимаю, что я челлендж приобретаю ради того, чтобы зафармить по максимуму, да? А так я, получается, фармлю только 92 контейнера и 50 тысяч кристаллов, ну и 400 расходки, да? При любом раскладе я все равно буду покупать этот челлендж, при любом раскладе. Ради фарма, что на бездонате, что на основе, да? На основе, хотя там и кристаллов и так много, но вы видите, мое большое количество контейнеров, а это значит что? Правильно, это значит то, что мы все равно все это дело будем покупать, да? Поэтому, я не знаю. Жду изменений, жду изменений в челленджах, жду изменений. Я считаю, что уже прошло безумно большое количество времени. 88 челленджей, 88! Вы просто представьте, вы вдумайтесь в это количество. 88 челленджей уже прошло, да? И у нас уже все было в них. Все! Уже какой год подряд они получаются у нас? Раз год, два год, три год, четыре, пятый год челленджей. Но пора уже добавлять что-то новое. Пора! Пришло время! Пора делать контентик! И этот контентик, я очень сильно надеюсь, что стартанет уже в начале следующего месяца. Очень сильно надеюсь. Я буду безумно рад, если я увижу в новом челлендже интересные, замечательные предметы. И буду услышан. Если вы согласны с моей точкой зрения, делаем максимальную активность под этим видеороликом. Пишем в комментариях, что мы ждем новые челленджи. Пускай орех посмотрит. Пускай подумает над этим решением. Сделает выводы. И мы вместе с вами уже увидим 89-й контентовый челлендж с измененными призами и вкусными наградами. Обязательно поддерживаем данный видос лайком. Подписываемся на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимаем на колокольчик. Дам не пропускать новый видеоролик. Ну и про тег не забываем, ребятчики. Розыгрыш на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов никто не отменял. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok